В Москве 9 мая прошел военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем впервые приняли участие российские солдаты и офицеры, воевавшие в Украине. 9 мая Институты Европейского Союза отметили День Европы, посвященный основанию блока. В этом году празднование прошло на фоне подготовки к выборам. Венгрия стала последним пунктом европейского турне китайского лидера Си Цзиньпиня. В Дапеште говорили о доверительных связях и тесном партнерстве. Победа националистов в Северной Македонии может повлиять на переговоры о вступлении страны в Евросоюз. На Красной площади в Москве 9 мая прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 9 тысяч человек, в том числе свыше тысячи участников боевых действий в Украине. Президент России Владимир Путин в поздравительной речи заявил, что на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой и обвинил западные элиты в реваншизме и издевательстве над историей. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. При этом Путин отметил, что Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Это третий по счету парад победы в российской столице после полномасштабного вторжения РФ в Украину. На торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, в этом году в Москву приехали главы всего девяти государств, в частности президенты Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая. В прошлом году на эту дату с 9 мая перенесла празднование Дня Памяти и Победы над нацизмом Верховная Рада Украины. В своем поздравлении украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Россия вернула в заголовки мировых СМИ страницы из учебников о Второй мировой. На этот раз Евросоюз отмечает День своего основания, День Европы, на фоне подготовки к выборам в Европарламент, до которых осталось менее четырех недель. Через 74 года после исторической речи министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которая привела к основанию политического и экономического союза, достижения ЕС отмечались в столицах государств-членов. В День Европы, по традиции, все учреждения ЕС открывают свои двери для свободного посещения, в том числе и залы заседания Европарламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. Много в этот день разговоров и о предстоящих выборах. Это важно, что я могу выбрать, потому что мы молодые люди, я и моя генерация, они всегда в будущем Европе. И это цель, что наша Meinung, для того, что в будущем будет происходить. Евросоюз готовится к одним из самых важных выборов в своей истории, на итоге которых может повлиять и война в Украине, и чрезвычайная климатическая ситуация, и миграционный кризис. Итальянский евродепутат Николо Прокачини считает, что нынешний состав Европарламента слишком сильно отклонился влево. Что я бы хотел бы увидеть? Обычно что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое, новое, новое баланс в парламенте, потому что, для сейчас, это два на лево. Я бы хотел бы увидеть этот баланс, чтобы двигаться на лево, и я думаю, что это возможно, потому что, если я смотрю на полиции по всей Европе, более или менее, я могу видеть всегда同じ сценарий. Центр-райцевые движения идут вперед. Экс-премьер-министр Бельгии, уходящий евродепутат от Альянса либералов и демократов за Европу, Гей Верховстата считает, что и выборы определят нечто большее. Это будет существующий борьб, против тех, кто хочет меньше Европы, и политические силы, которые понимают, что в мире tomorrow нужно быть гораздо более интегрирована Европейская униона, чтобы защищать интересы европейцев в этом новом, брустальном мире tomorrow. Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, третий и последний пункт своего европейского турне. В аэропорту его встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в своей приветственной речи отметил, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии. В этом году исполняется 75 лет китайско-венгерским связям, и ожидается, что они станут еще теснее. Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с КНР в 1949 году, а в 2017-м они были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. В Венгрии первой из стран ЕС присоединилась и к китайской программе развития «Пояс и путь», которую многие в Европе и Китае рассматривают как ворота Пекина на европейский континент. Частью этого проекта станет строительство железнодорожной линии между Будапештом и Белградом, финансируемая в основном Пекином. Но не все венгрии считают такое сотрудничество полезным для страны, указывая на возможные последствия. Брюссель выступает за протекционистские меры для ограничения экономических амбиций Китая в Европе. Еврокомиссия начала расследование в связи с китайскими государственными субсидиями на электромобили и солнечные панели, обвиняя Пекин в нарушении правил конкуренции. Дисбаланс, вызванный субсидиями, приводит к удешевлению китайской продукции, угрожая Европе потери рабочих мест. Президентом Северной Македонии впервые стала женщина. Кандидат от оппозиции Гордона Селяновска-Давкова набрала около 65% голосов. На выборах она представляла националистов, и эта победа может повлиять на переговоры о вступлении в ЕС, так как риторика правых не раз вызывала напряженность в отношениях с Грецией и Болгарией. Несмотря на то, что Северная Македония была одним из первых претендентов на вступление, в ЕС на пути к членству она столкнулась с трудностями, в основном вызванными противодействием соседей. Вита Греции на название страны, а затем блокировка со стороны Болгарии из-за претензий к истории и языку остановили переговоры на десятилетия. Правящие консерваторы Хорватии договорились о создании коалиции с националистами и поделили портфели. Новое правительство может быть утверждено в парламенте уже на следующей неделе. И еще один круг разговора. Измеđу Хрватско-демократске заеднице и домовинског покрета Кандидат от ультраправых станет министром сельского хозяйства. Министерство экономики и устойчивого развития будет разделено на две части. Один из портфелей также получит представитель отечественного движения. Государственные службы убирают палатки, занятые просителями убежища в Дублине. Несколько недель территория вокруг Офиса международной защиты пребывала в антисанитарных условиях. Мигранты затем переместились на 200 метров вниз по дороге к близлежащему каналу из-за нехватки жилья. В четверг палатки убрали и оттуда, а людей перевезли в более пригодное для жизни место. Граница между Ирландией и Северной Ирландией, которая находится в Великобритании, открыта, и нелегальных мигрантов становится больше. Накануне Хайбер рассказал корреспонденту Евроньюз, что бежал из Афганистана и находится в Дублине из-за опасений, что если он останется в Великобритании, то его депортируют в Руанду. Ирландские СМИ сообщают, что на прошлой неделе в страну прибыли более 600 человек, включая семьи с детьми. Столько обычно прибывает в Ирландию в течение двух месяцев. В ближайшие недели правительство Ирландии намерено внести изменения в законодательство, дающее ему законное право возвращать нелегальных мигрантов в Великобританию. Эксперты сомневаются, что ситуация может улучшиться. The next influx of asylum seekers will only be 24 hours away. This looks like a problem that shows no sign of going away. This is CanMari for Euronews in Dublin. Во Франции стартовала эстафета Олимпийского огня. Он был доставлен в южный французский город Марсель на борту парусника 19 века Белем. Первым факелоносцем, после того, как огонь прибыл из Греции, стал французский пловец, чемпион Олимпийских игр 2012 года Флоран Монаду. Парусник вошел в старый порт Марселя под гимн Франции. За красочной церемонией с набережной наблюдали около 50 тысяч человек. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.